Истец требует вернуть деньги за экспертизы ДНК и компенсировать моральный вред. Ответчик не собирается возвращать деньги, так как оказал качественные услуги. Слушаю вас. Ваша честь, я хочу, чтобы ответчик вернул мне 42 500 рублей за три некачественных проведенных теста ДНК на установление отцовства, а также 50 тысяч рублей за компенсацию морального ущерба. Дело в том, Ваша честь, что я получила достоверную информацию о том, что мне внук неродной. Понимаете? Вот я вижу вещи сны иногда, и во сне мне приходит покойная мама. И она мне говорит, очень все время говорит точно то, что сбывается. Вот у меня сын никак не женился. И вдруг она мне говорит, женится скоропалительно, женится мгновенно. Я тоже не поверила, Ваша честь, вот как вы мне сейчас. Что вы думаете? Он у меня домашний. Никогда никуда не выходил. Я ему компьютер купила. Он так сидел, так и дыбал одним пальцем и день и ночь. И вообще женщин не знал. Тут на тебе, женился мгновенно. Теперь переходит мама и говорит, жениться-то он женился. А сын-то, говорит, который родился у него, Матвей, не его. Вот моя снахана гуляла. Взял он с начинкой ее, понимаешь ли. Ну, ладно, моему лопушку можно навешать. А приходовал кто-то другой, не мой сын. Видите ли, у нее роды открылись раньше времени. Недоношенные, видите ли. Но я думаю, нет. Подстрахуюсь. Сделаю тесты на ДНК. Мне не надо такое. С генеральным беретом. А что это изменит? Это разве ваш ребенок? Как это что изменит? Мы жили, не тужили с сыном. И вдруг на тебе появляется какая-то, заявляет, что это права свои начинает качать. На жилплощадь требует, чтобы мы ее прописали, понимаешь ли, тут. Кто она мне такая? Я хочу, чтобы все было по-честному. Ребенок-то зарегистрирован по месту жительства? Ребенок еще не зарегистрирован по месту жительства. А кто собственник жилья? А собственник я жилья. Все на меня. Ну, так вы имеете право не регистрировать? Ну, вот я и хочу докопаться до истины. Я хочу, чтобы мой сын не ходил вот с такими глазами. Весь от любви он, понимаешь ли, звезды на небе считает. А что это, плохо? А чушь хорошего-то? А чушь хорошего-то? Он должен маму любить, что ли? Да. А теперь он меня не видит. У него свет в окошке. Только жена. Так проблема в том, что вы ревнуете своего сына к его жене? Ну, если вы так это все понимаете, у вас... Это вы так рассказываете? Свой взгляд на все. А я понимаю, что нужно именно мне доказать, что Матвей не мой внук. Зачем? Затем, чтобы все было как прежде. Чтоб сын со мной жил, чтоб мы жили и не тужили. А внука куда? А пусть уходит на все четыре стороны, если действительно это не мой внук. А внуку сколько лет уже? Угоди-то ему. Как же он может уйти? Он маленький еще. Ну, он маленький, а мамка для чего? Если она приходит... Вместе с мамкой уйти. Вместе с мамкой, да. Вместе с мамкой. Ну, вот, Ваша честь, я сделала три теста. И все тесты почему-то показывают, что Матвей мой внук. Я не верю в это. Одни жулики там, жулики. У них их не все там. А вы делали три теста в одном месте или в разных? Я все в одном месте сделала. Я сделала... Но если вы считаете, что они жулики, зачем шли в это место? Бог любит троицу. Мне так мама сказала, делай три раза. Бог любит троицу. Вы на учете в ПНД не состоите? Нет, не стою. А зачем мне туда вставать? Мне туда не надо. Я все адекватно воспринимаю. Вот и вас тоже вижу, что передо мной сидит хороший человек-судья, который все правильно сделает и все правильно рассудит. Вот, Ваша честь. А если решение будет не в пользу вас? Ну, я тогда подговорю сына. Все-таки ему скажу всю истинную правду. Возьму его и внука, который мне не внук. И пойдем дальше в другую лабораторию. Там будем тест делать. Ваша честь, жулики одни, аферисты. Вот и все, что я хочу сказать. И еще раз прошу вернуть мне мои деньги. Как биоматериал собирали? Ой, ведь я не могу вот так вот открыться-то. Я же не признавалась сыну ни в чем. У ребеночка-то я взяла палочкой, но он так ничего и не поймет. Палочкой что взяли? Биоматериал соскребла изнутри. Изо рта? Да, изо рта, со щеки вот суток. А так. Вот, как мне научили там. А у сына, я думаю, ну как мне у сына-то? А он все жвачку жует, жует. Я эту жвачку раз, умыкнула, а там вот и слюна. И все, как мне в лаборатории сказали, я все в пакетик, я все в конвертик, все так запечатала. И какие результаты? Ну через неделю, как бы по голове обухом. Внук вроде мой. Не вроде, а пишут, что мой внук. Ну а второй раз, третий. Ой, второй раз. Опять, думаю, господи, опять взяла так же вот у своего Матвея. Ну свой, не свой. Вот. А у сына, у него же скоро плеш образуется. Как вот женился, господи. Волосики все соскребла с расчески, которые остались там. И окуса, окурка, слюну собрала. Курить начал, прикладываться. Не курил никогда. Стал прикладываться и курить стал. Господи, она курит, и он с ней вот все собрала. Это плохо. Это очень плохо. Опять собрала все в пакетик, в конвертик. А как? Невеска, невеска курит? Невеска курит. Полгода ребенку? Она курит. Она беременная вся гурила ходила. Безобразие. Безобразие полное. Ну кому такая знаха понравится? Вот это другой вопрос. Ваша честь. Ну а третий раз? Ой, третий раз. Я говорю, до этого все только на компьютере играл. Пальцем тыкал. Теперь переквалифицировался. Знаю одни в ведре в помойном презервативы. Переквалифицировался. Опять взяла. Вам это тоже не нравится, да? Ну, заездила. Ну, конечно. Ой. Физкультурой занимается с утра до ночи. Ну вот тут и оно. Я не успеваю только биоматериал собирать. Это что? Хорошо. Ответчица. Я генеральный директор медицинского центра Сергеева Римма Андреевна. Итак, мы трижды действительно проводили анализ генетической экспертизы для того, чтобы ответить на вопрос клиентки, которая к нам обратилась. Хочу пояснить, что существуют разные форматы, разные протоколы обращения. Человек может обратиться действительно по своей инициативе и согласно нашей инструкции представить нам генетический материал. Мы предоставляем, объясняем, инструктируем. Либо может быть судебное разбирательство. Там, конечно, совершенно другой формат. Для суда совершенно другие нужные документы. Действительно, там каждый этап фотографируется, фиксируется, подписывается лицами участвующими и фиксирующими. Мы трижды проводили домашний так называемый анализ. То есть подтвердилось все три раза, что мальчик является сыном, сына истицы. Объясните, как вы считаете, почему Валентина Петровна так к вам неравнодушна? Это ее личное качество. Я считаю, она просто ревнует всех окружающих девушек и женщин к своему сыну. Это является таким движущим моментом, который ею руководит. Но она хочет жить с сыном. Я не знаю, что там будет с презервативами, конечно, но их, наверное, не будет. И слава богу. Мне вот интересно, папа с вами жил? А как же папа с нами не жил? Откуда же у меня сын появился? А, нет, ну появиться может и без... Не знаю, без правильности. Это личностные отношения, Ваша честь. И она, и истица переносит их на биологические результаты. Ну давайте, давайте, пригласите тогда свидетель. Да, мной заявлено. Свидетель о критиках, обойдите. Мною заявлено, действительно, свидетель, невестка истицы. Ну вот, еще и невестку притащили сюда. Денег мы вам не вернем, не за что. А это мы еще посмотрим. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Берникова Нина Васильевна. Это моя свекровь, Валентина Петровна. Ваша честь, вы знаете, я не сомневаюсь в точности тестов. Тут дело вот в чем. Когда я увидела, что моя свекровь, Валентина Петровна, достает из мусорного ведра презерватив, использованный, и кладет его в конверт. Вот видите, она еще подсматривает за мной. И кладет его в конверт. Я решила за Валентиной Петровной проследить. И выяснилось, что она носит... Ну, носит материал в лабораторию. Да, носит биоматериал, да, в лабораторию ответчика, да. И, соответственно, я не выдержала и приперла ее к стенке. И оказалось, что она ходит к гадалке. А гадалка ей, естественно, говорит, что Матвей не ее внук. И после таких посещений она ходит каждый раз делать тест на отцовство. При этом гадалка каждый раз с нее берет еще и по 5 тысяч рублей за такие сеансы. Это соответствует действительности? Ну, она, видите, за мной слежку устроила. Ну, послушайте, у вас одна носит анализы, вторая следит. Какая-то нездоровая атмосфера-то у вас. Ну, что поделаешь. Может, вам надо разъехаться? Вот такая атмосфера у нас сложилась. Отличное дело. Ну, что я хочу сказать? Да, я хожу к гадалке. Матильда такая гадалка. А вы говорите о том, что вам снится мама. Ну, гадалка мне... Ну, гадалка мне больше всего рассказала. В совещательной комнате решать ваши проблемы. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. После его предательства... Ну, уже сколько можно за это извиняться? Он променял меня на какую-то... В перечень подлежащего разделу совместно нажитого имущества случайно попал дорогой породистый пёс. Или это не случайность? И взрослые люди действительно делят в суде любимую собаку. Ну, так это по вашей... И они питались, где не дели? Так вы тоже не забрали своего деда? Чья вина-то? Откуда я должна была забрать? А я была, чтобы в квартире. Кому нужен? Чужой дед. Оказывается, за пенсионеров иногда ведется борьба. Кто победит, тот получит самого достойного и богатого старика. Я гадалке, да, больше всего верю. Даже чем больше, чем маме. И гадалка-то мне как раз сказала, что не мой внук это, что ты нагуляла. И нечего тут распинаться перед судом. Нагуляла, так и скажи, что нагуляла. Валентина Петровна, прекратите, пожалуйста, вот этот фарш. Лучше пусть будет все по-честному. А не нравится, уходи к своей мамочке. Тут ты на всем готовом живешь. Иди в избушку-развалюшку на фанерный унитаз. Прекрасно. Сегодня мы переезжаем. Переезжайте, ну и правильно сделайте. А суд оглашает решение принятое. Итак, я напоминаю, что истец, обращаясь в суд с иском, должен доказывать те обстоятельства, на которых он основывает свои требования. Все доказательства должны быть относимы. То есть иметь отношение к конкретному делу. Вы должны были доказать, что эти анализы не соответствуют действительности. Вы этого не доказали. А ваши аргументы в отношении снов, гадалки за 5000 рублей, они несостоятельны. Они в данном случае недопустимы. А в соответствии со статьей 60 Гражданского процессуального кодекса нашей страны, доказательства должны быть допустимыми. Итак, вы не сумели доказать, поэтому суд отказывает вам в удовлетворении ваших требований о взыскании 42 500 материального ущерба и 50 000 рублей компенсации морального вреда. Решение вам понятно? Понятно. Я адвокат. Можете в течение месяца его обжаловать в операционном порядке. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я этого так не оставлю. Пусть сноха катится на все четыре стороны. А сыночка своего Юрочку от себя никуда не отпущу. Я отвечаю за работу своего центра. А в наше время, в 21 веке, руководствоваться вымыслами, гадалки совершенно неприемлемо. Деньги верните и спите спокойно. Деньги-то отдай. Какие деньги? Ты мне жизнь испортил. Или за вас это сделают Дмитрий Агрис? У меня таких денег нет. Ни на грамулечку не верь. И Николай Бурделов? Вы это логично тоже понимаете? У меня была в институте пятерка по логике. В суде на нашем телеканале. Я потом мордой ему еще набью. Я быстро бегаю. И мало не покажется. Истец требует возврата имущества из чужого незаконного владения. Ответчик с иском не согласна. Утверждает, что не намерена отдавать бывшему мужу любимую собаку. Прошу всех встать. Присаживайтесь. Слушаем дело открыто. Ваша честь, добрый день. Меня зовут Мирошин Игорь Евгеньевич. И я обращаюсь в суд с иском об истребовании своего имущества из незаконного владения. Ну, как имущество? Тут даже такая ситуация, понимаете? Это моя собака, Яша. Моя любимая собака. Лабрадор-ретривер. Прекрасно. Я ее очень люблю. И моя собака тоже. Ваша честь. Понимаете, ответчик, моя бывшая жена, Алина, получилось так, что мы прожили много лет. У нас не было детей и собака, которую, кстати, она не хотела покупать изначально. Говорила, шерсть, фи, то все. Я как бы очень хотел собаку, я купил. У меня есть все документы. У меня есть чек о покупке на 35 тысяч этой собаки. У меня есть ветеринарный паспорт животного. У меня есть свидетельство о всех прививках. Я ее очень люблю. Понимаете? Но мы развелись полгода назад. И при разводе я очень жалею, что мы не поделили животное. А ты расскажи, расскажи, почему мы развелись. Была устная договоренность, что Алина отдаст ее мне. Но получилось так, что я ушел. Вместе с другим имуществом? Имущество другое. Там особо нам делить нечего было. Но все было разделено сюда. А вместе с другим имуществом собаку мы, к сожалению, не поделили. Я ушел из дома. Я проживал на квартире юстиции в тот момент. И мне некуда было идти. У меня не было собственного жилья. Понимаете? Мне пришлось переехать на время к родителям. А у матери моей, у нее жуткая аллергия на собак. И поэтому мне пришлось, я попросил Алину оставить себе собаку на месяц. До того момента, пока я не сниму себе жилье, чтобы забрать собаку. И она согласилась. Так все и было. Ваша честь, это все отговорки. Давайте выслушаем изца. Прости. Тут получилась такая штука. Смотрите. Я как бы работаю строителем. И я иногда уезжаю в командировки. Я уехал в командировку на несколько дней. И получилось так, что меня там немножко задержали. Но я, когда вернулся, я тут же побежал к Яше, к Алине. И представляете, что я увидел? Я прихожу на квартиру. В квартире бедла. Ремонт. Какие-то люди. Да, ремонт. Никого нет. Вообще никого нет. Я испугался. Где собака? Где все? Я звоню Алине. Она не берет трубку. Я пошел на работу, сказали, она взяла боничный. Я кое-как, получается, через какую-то подругу я узнал, что она находится в санатории. Я также через подругу попросил передать, чтобы она вернула мне Яшу. Это мое любимое животное. Поймите, я его очень люблю. У собаки свой рацион, все свое. А Алина говорит, я тебе собаку не верну. И вообще, говорит, мне разговаривать с тобой не о чем. Не появляйся, не хочу тебя видеть. Да, не появляйся. И сказали, что она отдала собаку на передержку. Представляете, каким-то чужим людям. Ну как это можно так? Никаким не чужим людям. Это знакомые люди. У собаки есть хозяин. Хозяин ее любит. Я знаю, что ей нужно. Ей нужно там с утра творожок. Днем я ей покупал корм специальный. У меня даже есть свой ветеринар. Я покупала, прошу занятий. Свой ветеринар, который приезжает по первому звонку. Не дай бог, что у Яши случится. Да, ваша честь. Только готовила все я. По магазинам бегала я. А он только выгуливал собаку. И кормил, да, иногда. Собака такая же моя, как и твоя. И я тебе не отдам ее. Ты была согласна, Алина, на то, чтобы она все-таки осталась со мной. Мне кажется, это нечестно. Ваша честь, это просто месть. Я понял. Алина Борисовна, итак, собака в споре. Вот вы не хотите отдавать, да? Нет, ваша честь не хотела. Не хотите. Но если вы не хотите отдавать, то уезжая, почему же вы на время не передали своему бывшему мужу? Ведь собаке лучше было бы с мужем, со своим хозяином, нежели... Совершенно верно. Там где-то, там, на передержке. Нет, ваша честь. Дело в том, что после его предательства... Расскажи, расскажи. Началось. Я вообще в себя прийти не могу. В себя прийти не могу. Он променял меня на какую-то... С этой Аллочкой переспал по пьяни. Теперь собаку он требует. Ваша честь, я расскажу. Я просто все его вещи выбросила, чтобы вообще ничего о нем не напоминало. Затеяла ремонт в квартире, поэтому собаку я отдала знакомым людям за город. У них у самих такие же псы. Какие могут быть знакомые? И к нашей собаке, к моей собаке, они относятся со всей любовью и вниманием. Поэтому я за собаку абсолютно спокойна. Это очень временное явление. А то, что документы у моего бывшего мужа, так это ничего не доказывает. Поскольку собака была куплена в браке, значит, я имею на нее точно такие же права, как и мой бывший супруг. И никакую собаку я тебе не отдам. Я считаю, что это обычная месть. Алин, да, я согласен. Я тебя не бросал. Ты сама меня выгнала. Ты сейчас сама сказала, что ты выбросила все мои вещи. Да, я был виноват. Да, я тогда напился. У меня был только один раз с этой Аллочкой. И уже сколько раз я перед тобой извинялся. И я наказал. Это же как нужно было, Ваша честь, напиться, чтобы не соображать, что делает? Я сам понимаю, что я сам наказан. Я уже наказан. Я один. Я понимаю, что я все разрушил. И что, вот только один повод для прекращения брака? А какой повод еще нужен? Этого, по-моему, вполне достаточно. И он променял меня на девицу. Зачем я ему нужна? Он сам мне собаку отдал, бросил яшку, бросил меня и ушел. Все. У меня такое ощущение, что вам надо было бы прийти к судье женщине. Она бы вас лучше поняла. Ну, Ваша честь, я не могу простить измену. На данный момент я вообще не готова его видеть, слышать. И каждый его приход – это просто… Вопрос не о восстановлении брака и о прощении или, наоборот, ненависти. Вопрос о Яше. Ему лучше у кого? Как вы считаете? Ему лучше со мной. Где Яша находится сейчас? На данный момент, на время ремонта квартиры Яша находится за городом у моих знакомых людей. У чужих ему людей? Его месяц не было. И он вообще не интересовался Яшей. Занимался полной феялью. Месяца не было, потому что он находился в командировке и считал, что Яша находится со своей хозяйкой. Да, Яша со мной не находился. А Яша на самом деле находится где-то неизвестно где, по крайней мере, ИСЦУ неизвестно. И ИСЦУ считает, что там допустимо жестокое обращение с животным. Нет, Ваша честь. Вообще нахождение у чужих людей, это жестокое обращение с животным, по мнению ИСЦА. Ваша честь. ИСЦУ здесь не прав. Этих людей я прекрасно знаю. А Яша? А собака? Это вынуждено. Собака тоже знает этих людей. Как долго будет ремонт? Дело в том, что я сейчас рано залечиваю в санатории. Осталось еще неделя. Я сколько раз уже извинялся. Ну, сколько... Нет, вы извините. А рано-то рано. А ремонт-то сколько будет длиться? Ремонт уже на конечной стадии. Он заканчивается. Я забираю собаку. И мы прекрасно живем вместе с собакой. Дело в том, что Яшка – это самое любимое и единственное теплое существо для меня на данный момент. Ближе Яшки для меня никого нет. И я просто без него не смогу. Он меня спасает. Итак, мировое соглашение не достигнуто, да? Так я понимаю. Может быть, на время вашего заболевания, на время вашего ремонта собаку передать хозяину? Ваша честь, дело в том, что каждая встреча с моим бывшим супругом для меня – это большой стресс. Я не могу уже видеть его. Дело в том, что каждый его приход – это напоминание мне о наших счастливых временах, когда мы жили счастливо. Я сколько раз уже извинялся. Ведь он сам, мерзавец, все разрушил, все поломал. А теперь требует собаку. И это только повод. Да, я виноват. Будете опять вместе, все втроем. Очень хорошо. Я, может быть, и с удовольствием, но никто не хочет меня прощать. Ваша честь, на данный момент я не готова это рассматривать. Ну что ж, будем решать ваш спор в совещательной комнате. Прошу всех встать. Далее в программе. Я не питаюсь, вы не дели. Так вы тоже не забрали своего деда. Чай, гладя. Откуда я должна была забрать его? А я была, чтобы квартиры. Невнимательный молодой человек забрал из больницы не своего деда. Какое-то время он кормил и поил чужого человека. Теперь просит оплатить свои услуги. Греш, ну было дело. Ну что поделаешь? Было дело. А чем ты думал? Тебе же нельзя пить. Тебя же язвало. Ты же не алкаш какой-то. Присаживайтесь. Оглашается решение суда. В соответствии со 137-й статьей Гражданского кодекса к животным применяются общие правила об имуществе, поскольку с законом или иными правовыми актами не установлены иначе. При этом законодательством предусматривается запрет на жестокое обращение с животными. По мнению истца, животное в настоящее время находится у чужих людей, что истец трактует как жестокое обращение с животными, и суд не может с этим не согласиться. Поэтому в интересах гуманности, с учетом того, что именно истец является хозяином этой собаки, а в процессе раздела имущества собака не была решением суда, которого, кстати, и не было разделено между супругами, не было определено, где она будет проживать, суд, совещаясь в совещательной комнате по внутреннему убеждению своему, приходит к выводу, что собака должна жить с истцом. Ваш иск удовлетворен в полном объеме. Я не согласна с этим. Слушание, дело окончено. Алин, прошу всех встать. Ты докажи, что там относятся к нему негуманно. Негуманно. Решение суда. Иск удовлетворить. Вот так вот бывает. Понимаете, одна ошибка, да? И все потерял. И жену, и семью, и счастье. Слава богу, хоть собаку оставил. Будьте умнее, мужики. Все-таки я считаю, что собаке нужны женские руки, забота и тепло. Женщина может дать гораздо больше собаке, чем мужчина. Ну, а по поводу своего бывшего супруга я, конечно, подумаю. Люблю я его. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Вы ей волосы выдрали? Чуть-чуть. Пингал поставили? Немножко. Иск признаете? Нет. Если вы не можете вернуть свои деньги. Я хочу с этого подлеца, чтобы он мне эти три миллиона отдал. Бог. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод. Тебе всегда нужны были мои деньги. Вы нужны. Я тебя любила, ваше честь. Я его правда любила. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Запомните раз не всегда. Нет расписки, нет долгая. Все. Точка. Это бесплатно. Истец требует деньги за похищение своего отца. Ответчики считают, что хорошо ухаживали за пенсионером. Истец должна им оплатить услуги по уходу за стариком. Вам слово. Здравствуйте, Ваша честь. Я подала иск в суд, чтобы Кирьяновы возместили мне моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Ущерб. Дело в том, что вот этот молодой человек украл моего отца из больницы. Никто никого не крал. Просто взял и похитил. Дело все в том, что у моего отца месяц назад случился инсульт. Ему вовремя была оказана медицинская помощь. Он быстро восстановился после инсульта. Через две недели его уже подготовили к выписке. 25 ноября его выписывают из больницы, но в этот день я могу его забрать только вечером. И я строго-настрого с отцом договорилась о том, чтобы он меня ждал в больнице до вечера, до 18 часов. 18-15 я прихожу в больницу, моего отца нигде нет. Мертвоперсонал разводит руками. Мы тут не следим ни за какими дедами, ни за отцами. Мы ни за кем не следим. Выписку дали, а там где они сейчас, никто не знает. Я в шоке... Сколько лет отцу? 82 года. 82. Он дееспособен? Он дееспособен. Но единственное, что он не может обслуживать себя самостоятельно. Что значит не может обслуживать? Ну, с трудом кушает, с трудом держит ложку, потому что он праворукий, а парализована правая часть. С трудом ходит в туалет. Он вообще еле передвигается. Мы еще начнем с этого. Также я подала на розыск в полицию. У меня тоже есть документы. Через неделю только. Через неделю, потому что день в день, извините, полиция не принимает заявление. На следующий день в чем проблема была? И на следующий день не принимает. Они дают определенное количество времени. Только через год. Мы не искали его, не надо припоработать. Да, если человек не найдется, только тогда они принимают заявление. Так что, пожалуйста, вам слово дадут. Подождите. Да, мы подождем. И вот, Ваша честь, полиция завела дело. В течение двух недель результатов не было. Но в то время я тоже зря время не теряла. Я бегала по всем дворам, искала своего отца. Больница на отшибе города, вокруг лесополоса. Я прочесывала всю полосу. И родственники мне помогали в поисках. Но все было безрезультатно. Телефон еще отца не отвечал. И тут, 10 декабря, меня лучшая подруга приглашает на день рождения. А она живет на другом конце города. Я еду на день рождения, подхожу к подъезду и смотрю, вот оно чудо. Во дворе сидит мой отец в инвалидном кресле. Он меня узнал. Он даже в своем непростом положении, он даже с инвалидного кресла пытался подняться. Ну, я и налетела на этого молодого человека. Вот именно, что не нужно налетать, нужно разобраться. Он попытался, он сначала ничего не понял, ничего не понимает, кто я такая, откуда я взялась. Но я говорю, это мой отец. Это мой отец. На что он мне говорит, извините, это дед моей супруги. Вот именно. А я вообще не понимаю, как он мне говорит. Я забрал его из больницы, так как меня попросила жена забрать ее деда из больницы. Итак, вы своего отца нашли и забрали. Я своего отца нашла и забрала к себе. Забрали. Конечно. Вы написали в полицию, что вы нашли там-то, там-то, у таких-то, таких-то людей. Вы выяснили, у кого он жил? Я все выяснила, я обратилась в полицию, чтобы наказать этого молодого человека за похищение из больницы. Послушайте, я вам уже, Лариса Владимировна, так, молодой человек, наказать за похищение может уголовный суд. Да, Ваша честь, я согласна. Факт уголовного преступления был или не был? Я обратилась в полицию, чтобы наказали их за похищение. Но в больнице, в полиции, простите, меня отвергли, не стали слушать. Они мне сказали, ну, извините, мы дело возбуждать не будем, так как отца вам вернули. Ну. В целости и сохранности. Так отца и мою роль, в чем вы в тенде вот-то именно. Но я, извините, подаю сейчас в суд не за похищение отца, а чтобы они мне возместили моральный ущерб. Моральный ущерб? Я, чуть извините, тоже не получила инсульт в этой больнице, когда прихожу, а человек или двигается, а его нет на месте. Да у меня сердце схватило. Я себе три раза вызывала скорую помощь. Давление до 170 поднялось. Доказательство физических или нравственных страданий от того, что отец отсутствовал, у вас есть? Скорая была по медицинскому полису. Они не дают никаких, извините, чеков на услуги свои медицинские. А что я вам могу предоставить? Сколько я выпила таблеток? Да. То есть нужно было острые пузырьки? Вы что, сами себе диагноз установили? Нет. Значит, вы ходили ко врачу. Врач вам выписывал таблетки? Я вызывала скорую. Таблетки, вы сказали, пили. Врач выписывал? Таблетки. Мне давала скорая. Таблетки. Колола уколы от высокого давления. Таблетку, ну да, скорая, ну таблетку. А как вы лечились-то? Я пила успокоительные таблетки, а скорая меня колола от высокого давления. Но, Ваша честь, я хочу, чтобы они мне все-таки возместили 100 тысяч рублей морального ущерба. Вы отца спросили, ему было хорошо там? Отца спросила. Как он туда попал? Как он туда попал? Молодой человек забрал его из больницы. Ему было там хорошо? Конечно, ему там были идеальные условия. Он не сказал мне, что ему было там хорошо. Он вообще подумал о том, что я его бросила. Понятно. Потому что, когда он его вез домой, неоднократно мой отец говорил вот этому Кирьянову, что он везет его не туда. Валерия Анатольевна, послушайте мне сказать, все-таки это мой дед. Светлана, да. Да, дело в том, что мы сами очень настрадались из-за этого вот Филиппова, потому что я работаю очень много. И я тогда была в командировке. Я чуть работу не потеряла за него. 5 ноября я должна была забрать своего деда из больницы, который лежал в одном отделении вместе с этим Филипповым. Но, к сожалению, говорю, что вот я была в командировке и попросила забрать мужа. Он забрал деда, но не того. Я, честно говоря, даже до сих пор не понимаю, как можно было перепутать двух разных дедов, учитывая, что он полтора года живем в одной квартире из Деда Скалёни. Но это уже наши вот семейные дела, мы это не обсудили. На мне уже там дома мозг вынес, и ты продолжаешь. Не нужно об этом здесь говорить. Так вот, и вот, в общем, о чем... А, он ехал домой с этим нашим дедушкой, и я говорю, как у него самочувствие, как он себя чувствует. А он говорит, что ему плохо, его там ухандохали в больнице, передвигаться не может, ездить не может, ничего, память совсем потерял. Я говорю, давай сиделку. Все, мы наняли ему сиделку за 20 тысяч рублей, между прочим. После этого мы ему покупали памперсы, медикаменты, всякие продукты, и ты еще... А у вас никто не просил этого делать? Ну, конечно, нужно было его оставить в таком состоянии, да, у вас в человечестве... Нет, нет, нужно просто за своим отцом ухаживать, за своим дедом. Да, я ухаживаю за своим отцом и дедом, вы не переживайте, мне лезьте в нашу семью. Я вас не просила покупать памперсы и все такое. Так вот, и дальше, что я хотела сказать, что эта женщина не особо искала своего отца, потому что в полицию она обратилась только через неделю после того, как он пропал, потому что нужно сразу, если бы она переживала. На денежный день она поехала, наверное, потому что она сильно страдала. Очень такая страдалица у нас. Сколько времени прожил этот человек у вас? У нас этот человек прожил две недели. Я с ним сидел, можно сказать, лично. Первые два дня был с ним я. Потом пришлось нанять сиделку, потому что я не хотел лишиться работы. Я за компьютером провожу 20 часов в сутки. А с кем сидел ваш настоящий дед? У моего дедушки Лени проблемы с памятью, и он постоянно забывает, что было недавно, и помнит только, что было очень-очень много лет назад. И вот после выписки, когда его никто не забрал, потому что перепутал двух дедов, он поехал на дачу, которую ему продали еще пять лет назад. Естественно, там новые хозяева, которые сменили замки и куда-то уехали на зиму. Ему идти некуда, он пошел к нашему соседу. Сосед местный алкоголик, дома у него ничего нет, отопления нет, из еды только хлеб и водка. И вот наш дед просто в таком состоянии пребывал, с которого мы до сих пор его вывезти не можем. И они питались две недели. Так вы тоже не забрали своего деда? Чья вина-то? Откуда я должна была забрать из вашей девочки? Извините, когда я это через две недели только нашла. Этот моральный ущерб нужен моему дедушке, потому что я говорю, ему до сих пор плохо от этой водки, он до сих пор дома лежит и не может. Ваша честь, вы меня извините, но как можно перепутать деда? Я тоже, да, я тоже. Ну скажите что-нибудь. Я, понимаете, этот дед, они все на одно лицо. Он в принципе, он в принципе у себя в комнате живет, я его вообще не вижу. Я у себя в комнате работаю, я айтишник, киберспорт. Мы полтора года жили, как ты мог его не видеть? Как же вы работаете на интеллектуальной, занимаетесь деятельностью, и не видите, не можете идентифицировать живого человека, родственника? Я могу. Смотрите, я зашел в палату, там был дед, его нужно было выписывать, он выписывался в то же время, что и Филиппов. Я посчитал, что это наш дед, потому что, в принципе, ну такая же, он тоже вот немножко кукухой, так сказать, поехал. Он начал говорить мне... Нормальный. Он начал говорить мне, куда ты меня везешь, я тебя не знаю, кто ты такой. Я говорю, все хорошо, дедушка Лень, сейчас приедем домой, все будет хорошо. Я привез его домой, он начал жаловаться, типа, я тебя не знаю, кто ты такой, там, выпусти меня отсюда. Ваша честь. Передайте мне ваши документы и ваши документы. Возьмите все сразу вместе. И я вижу, что вы после того, как узнали, что истец обратился с этим заявлением, направили встречный истец. Да, все верно. Ну так а почему вы молчите, не говорите? Вот, да, мы считаем, что нужно нам тоже выплатить моральный ущерб, потому что мой дедушка находился в отвратительном состоянии все это время. А еще возместить нам за сиделку, продукты и медикаменты, которые мы потратили. Кто должен это возместить? А истец? Почему? Потому что она вот на нас... Подождите, вред возмещается лицом виновным в том, что человек потерпел или лицо какое-то юридическое претерпевало ущерб, убытки. Чем виновата истеца, что ваш дед жил у соседа с водкой и хлебом? Ну, потому что еще медикаменты же. Еще, смотрите, мы потратили на сиделку очень много денег. Я потратил. Истеца почему в этом должна быть заинтересована? Она не забрала вовремя своего деда. Ну, она своего не забрала. Ваш-то при чем? Мы перепутали. Ну, она-то при чем тогда здесь? Да, у меня договоренность была. Вы что, не понимаете, где вы находитесь? Мы понимаем, где вы находитесь. Ну что, вы не видите причинно-следственную связь? Ваша честь, можно я скажу? Поздаляется суд для принятия решения. Итак, первоначальный иск о взыскании 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд не находит оснований для удовлетворения вашего иска. Дед дееспособен, уехал добровольно. Доказательств принуждения вы не представили. Более того, деду, судя по всему, было хорошо, потому что за ним ухаживали, в том числе сиделкой. Исков от него о взыскании какого-то ущерба не поступило. Так же и вы не доказали, что страдали. Вызывали скорую помощь? Ну, вызывали. Таблетки пили? Ну, дали скорую помощь вам. Таблетки или там укол поставили. Ну, и что? Теперь по встречному иску. Суд не находит оснований для удовлетворения вашего встречного требования. Никаких обязательств истица перед вами не имела. Все действия, которые вы провели, вы провели добровольно. Во-первых, по отношению к родственнику истца. А во-вторых, вы проявили неуважительное отношение к своему родственнику. Как можно было перепутать? Вам лечиться надо, а не деньги требовать. Итак, отказано обоим. Окончено слушание дела. Решение суда. В иске отказать. Во встречном иске отказать. Я не понимаю, почему мне было отказано. Я так настрадалась. Я думала, что моего отца уже даже в живых нет. Как же можно перепутать двух разных дедов, что мы уже вместе живем? Ничего, ничего. Хорошо, мы это отдельно потом отсудим. Я тебе помогать больше никогда не буду. И своим дедом сама будешь заниматься. Отлично. Мы еще и денег переплатили. Тут такие откровения. Люблю я его, окаянного. Секс. Сейчас все так живут. Как? Все продают детственность за миллион? Предательство. Он, между прочим, мне жениться обещал. Ничего себе не обещал. Настоящие драмы. То есть ваш друг уголовник изнасиловал вашу девушку. А вы где в это время были? И все ради денег. Я в долгу не останусь. Так точно. В долгу не останусь. Это не значит, что отдам. Теперь ваша честь. Дела судебные. Деньги верните на нашем телеканале. Деньги верните на нашем телеканале.